Я ее добила, я ее дожала. Она сегодня проверила домашку. Она уже просто подумала, да чтоб тебе было хорошо. И хоть она мне наисправляла, я тебе покажу, котик, сколько, да? Ну, в общем, она решила меня отпустить, как я понимаю, ситуацию. Она мне все равно поставила 5. Пять что? Вау. Высшую оценку за командой. Сегодня я всячески в интернет, просто добивала интернет, и интернет тоже подумала, уже дай ей доучиться, блин, этот семестр с этой музыкой. Я нашла очень хорошую схему, но типа как таблица умножения, да? Грубо говоря, ты берешь S-FRAD, смотришь, сверху написано DINI-FRAD, и в серединке, грубо говоря, что это M-Major. Короче, кот, в интернете при достаточном упорстве, да, можно найти. Когда я положила тест, она меня подозвала, отдала домашку мою, и говорит, ну, как у вас дела, вы разбираетесь с интервалом? Я говорю, вы знаете, для меня это очень сложно. Она такая, Марина, вы имеете мой юзик с целью или нет? Вы не собираетесь продолжать? Я говорю, ну, вы знаете, я поняла, говорю, что мне сложно, это не мое. Говорит, да, учу вас вот один семейстр. Ну, котик, чтобы, как видишь, так нас говорит, типа, что, ну, мне потом претензии будут предъявлять. Так я ее заверила, что ей претензии предъявлять не буду. Ну, может, она будет знать, что... Короче, наш тренер сегодня такой, как чувак, вышел такой, типа, разминка, чик-чик-чик, мы сделали разминку. Ну, короче, котик, он, наверное, думает, что я вообще... Знаешь, почему? Я уже вставила наушники, да, и думаю, пойду за толпой, да. Я не услышала, что он сказал на стадион идти. И знаешь, что я подошла и спросила, я же всегда карту беру, говорит, дайте мне карту. Он посмотрел на меня такой, говорит, просто иди за толпой, говорит, мы идем на стадион, котик по кругу ходит. Я, короче, старую ржать, то я ему говорю, извините, я уже, типа, в наушниках. Он говорит, это нормально, это нормально. Но факт, что он думает, наверное, что все интересно. В следующий раз, наверное, когда мы в город пойдем ходить, да, он просто меня, знаешь, к велосипеду прияжет, чтобы я не потеряла. Зай, я карты слаживаю для себя, чтобы, ну, если что, чтобы... Я-то уже поняла, что он нас не бросит в другую ситуацию. Ну, я, блин, ну, правда такая дырка и думаю, надо же карту взять, подхожу к этому. Так, так равно мы же... Зайка, ладно, если бы хотя бы мы по внешнему кругу ходили, где эти дорожки с цветочками, да, внутри по беговым дорожкам, понимаешь, он думает, что все, блин. Крайняя степень на лицо, понимаешь? Ой, мне кажется, он и раньше сомневался в моих умственных способностях, но сегодня он, видимо, пришел и просто поставил галочку себе. Ну, короче, он же является главным тренером нашей команды по футболу, нашего колледжа. Как правильно сформулировать, да? У них сегодня такое совещание было, котик, что прям... Извините. Короче, они сидели все за круглым сторон, вот в этой комнате, где мы вещи свои оставляем у него, да? За овальный... Ну, овальный стол. Ну, уже мне можно говорить и круглый, а овальный, уже разницы нету после стадиона, да? Телевизор, на телевизоре, короче, зайка, знаешь, вот когда в кино показывают разметки, кто, типа, там что стоит? Я первый раз такое видела, да? Одни записывают, другие у него что-то... Ну, короче, он нас сегодня на стадион справил, да? Чтобы не думать за нас, где мы там шерпнемся. Получается, если бы он нас в город отправил, ему бы пришлось с нами ехать. Он же катается, смотрит за нами. А тут на стадионе никто, кроме меня, не может потеряться, и он, в принципе, был успокоен. Блин, это трендец. Я потом такая иду и думаю, ну вот интересно, ну вот что он обо мне думает? Потом думаю, ну ладно. Эй, девочка. Ну я ему объяснила, что я уже не слышала, что он говорит. А вот. И они там, короче, так это обсуждали, я... Ну, короче, я заходила, вещи свои забрала, так я на цыпочках зашел. Очень мне хотелось сфоткать тебе, Сереж, показать. Ну, а, видимо, они сегодня обсуждают, поэтому еды сегодня был не просто склад, да? А гуманитарную помощь выделили в этот кабинет. Это паста, конечно же, протеиновые батончики, коктейли, фрукты, блин, бананы. И какие-то вот такие вот морщенные, я не знаю, что это такое, честно говоря. Я так глянула еще, думаю, что за фигня такая. Но они не ели, они так напряженно записывали эти какие-то крестики, переносились. Думаю, они чего не разберутся, где им на поле стоять без этих крестиков? Да. Очень интересно. Ну, в принципе. Ну, давай как-нибудь запишем. Ну, не сейчас. Сейчас это уже я не смогу так смешно. Это надо через какое-то время вспомнить эту ситуацию и сказать, ну, кот, ну, ты бы видел его взгляд, понимаешь? Он смотрел на меня, да? И реально думаю, то ли скорую вызывать, то ли, блин, не исходить. С мамой разговариваем. Шурик за Настю боится. Черт. Настя с рождением малыша еще ни одной ночи не спала. И та самая ему тетка, которая вызывала ее с родового отделения, говорит, поговори с ней, чтобы она, говорит, ложилась спать. Ведь так нельзя. Она сидит над ней. Ой, он говорит, типа, я ей говорю, Настя, мне, типа, сказали, что ты не спишь, ажи спать. Она такая, а если я буду спать, и вдруг мне услышат, что он перевернулся, или если он флакать будет, типа, и она, типа, дежурит. Ну, Шурик, мама, говорит, Шурик, ты не волнуйся, она домой приедет, там мама будет, мама ей сможет объяснить. Ажи спать, я буду стоять над ним, говорит, и как-нибудь она выйдет с этого состояния, ты не волнуйся. Он говорит, ты опять, говорит, позвони мне вечером, прислал новые фотки мамы, что Настя писал. Говорит, ну что, красивенькие, хорошенькие, типа. Мама говорит, хорошенькие, саменькие, красивенькие. Вообще таких детей. Говорит, ну, видишь, у него мамы нет уже поздно с твоей мамой. Ну, нет. Ну, нет. Пожелать вообще близким. Потянуться, понимаешь? Очень, говорит, довольный, довольный. Говорит, вот то, что медсестра про Настю сказала, что скажи, чтобы оживлась спать. А она, типа, ну, мама говорит, что это самое, говорит. Настя тоже очень хотела с деткой. Настя очень переживала. Мы должны были заехать в ящик и оставить вешу. Он уже был в ящике? Да. Малышу, котик, несколько денечков утра, тут теща уже им купила этот, чтобы пюрешки делать, блендер-швендер, короче, там уже всякую фигню. Ну, в общем. Зашибись, блендер. Ну, и, короче, это самое, там, ночью привезли женщину рожать. Она родила седьмого ребенка, пьяная, и кричала, забирайте его, кто хочет, он мне не нужен. Представляешь? Ну, нужно потом красить. Очень красиво. Мне так вот такое кресло нравится. Давай дома поставим. Поехали.